Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Начнем, как всегда, с главных тем. Клещи проснулись на Алтае. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Первое полноценное детское лор-отделение открылось в Алтайском крае. О новых медицинских возможностях в нашем эфире. Центральным событием в мире алтайского спорта на этой неделе стали домашние матчи хоккеистов Алтая в рамках плей-офф. Итоги игры в нашем выпуске. Клещи проснулись на Алтае. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. В одной из групп барнаулец разместил фото доказательства. По словам очевидца, клеща он обнаружил в поселке Сибирская долина вблизи Барнаула. Напомню, в этом году в регионе ожидается высокая активность клещей. В Роспотребнадзоре отмечают, с установлением плюсовых температур они начнут активизироваться. Так что стоит позаботиться о вакцинации. Напомню, в прошлом году в поликлинике региона с жалобами на присасывание клещей обратилось почти 12 тысяч человек. 32 из них заболели клещевым энцефалитом. Другим темам. Подстанцию и линию электропередачи. В субкластере Белокуриха-2 запустили в эксплуатацию. Строительство объекта ввели в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Стоимость проекта 365 миллионов рублей. Приоритетным проектом в этом кластере является вынос площадки или новое освоение новой площадки, которую мы назвали, это также в развитии оздоровительного туризма, познавательного, спортивного туризма, который мы называем сейчас Белокуриха-2. В этой программе, которая рассчитана на 8 лет, правительство Алтайского края осуществляет строительство инфраструктурных объектов. Следующий у нас, понятно, это водопровод, это газовые сети, все это будет в этом году. И сети водоотведения. Работы по возведению подстанции и линии электропередачи выполнили за полтора года. Протяженность линии более 10 километров. При строительстве энергетики использовали современные технологии и материалы. У опоры и их фундамента антия. Вандальная защита оборудования уже готова к работе. После завершения пусконаладочных работ в Алтайэнерго начнут принимать заявки на присоединение потребителей к новой линии электропередач. Они двигают прогресс. Алтайские школьники стали лауреатами международного конкурса научно-технических работ «Старт в науку». Направления в основном востребованы. Это физика в разных вариациях, это математика прикладная, это информатика. То есть работа в основном естественно научно-технической направленности. Всего в конкурсе участвовали 200 юных исследователей из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Алтайский край представляли 10 школьников из Барнаула, Рубцовска, Славгорода, а также Кытмановского и Шипуновского районов. Все участники от региона стали лауреатами в своих номинациях. Такого количества призеров нет ни в одной делегации. Так Артем Валов разработал проект развития Барнаульского электротранспорта. Школьник предлагает свой вариант переоборудования трамвайных вагонов, в частности создание специальных мест для маломобильных групп людей. Дальнейшими планами развития моего проекта будет являться воплощение его в жизни. То есть сейчас идет подготовка письма в комитет по транспорту, благоустройству и связи города Барнаула для того, чтобы они ознакомились и приняли решение воплощать этот проект в жизнь или нет. Но я надеюсь, что все-таки это будет реализовано, ведь электротранспорт всем нам нужен. Первое полноценное детское лор-отделение открылось в Алтайском крае. Новая операционная, 40 койко-мест и современное оборудование появились в детской клинической больнице номер 7 в Барнауле. В отделении уже провели первые осмотры. Как теперь лечат уши, горло и носы узнала Полина Жданова. Новое лор-отделение вмещает 40 пациентов. Помощь оказывают как экстренную, так и проводят плановые операции. Для оборудования первого в крае полноценного лор-отделения седьмую детскую клиническую больницу выбрали неспроста. Это большая многофункциональная детская больница. В нем есть практически все специальности. Теперь, даже если мы лечим не только патологию уха, горло, носа, а еще какая-то патология имеется у данного пациента, все врачи имеются. Вторая особенность. Наконец-то оснастили отделение по полному стандарту, так, как полагается по закону. Теперь здесь есть эндоскопическая аппаратура и различные эндоскопы, фиброскопы. Имеются видеоэндоскопические стойки. До этого детей лечили в больницах для взрослых. Неудобства ощущали все – и родители пациентов, и сами врачи. Теперь детей будут обследовать в специальном, оборудованном по современным стандартам, отделении. На обустройство ушло полгода. Из федерального и краевого бюджетов на это направили 20 миллионов рублей. В плане оснащения отделение, конечно, намного лучше. И, соответственно, у докторов больше возможностей быстрее диагностировать какую-то проблему, соответственно, быстрее оказать помощь. В скором времени и в других больницах края оборудуют современные детские лор-кабинеты. Они появятся практически во всех медучреждениях региона, в том числе и в районах. Полина Жданова, Роман Хайрулин. Новости. В наш регион все чаще приезжают не только, чтобы хорошо отдохнуть, но и поправить здоровье. Больница РЖД – то место, благодаря которому медицинский туризм в Алтайском крае набирает все большую популярность. Чем РЖД медицина привлекает жителей других регионов России и ближнего зарубежья, расскажем далее. Алтайский край – лидер туристической отрасли России. И все чаще к нам приезжают за здоровьем. На выставке Интермаркет в Москве наш регион представил сразу три стенда, посвященных медицинскому туризму. РЖД медицина – один из флагманов этого направления. Больницы ежегодно принимают около 500 посетителей из других регионов и даже стран. Мы считаем, что на самом деле Алтай уже готов представить свои клиники в должном уровне. И мы готовы принимать, мы готовы обслуживать свой кластер посетителей, которые будут идти к нам на платной основе. Сегодня больница РЖД – многопрофильное учреждение, где используют передовые методы лечения. Один из примеров – отделение урологии. Здесь знают, как бороться с онкологическими заболеваниями предстательной железы на начальной стадии. Урологи больницы используют хай-фу-терапию. Результаты впечатляют. По словам врачей, полностью выздоравливают до 85% пациентов. Это не инвазивная процедура. Да, смысл заключается в воздействии коротких ультразвуковых волн на предстательную железу, тем самым вызывая аблацию тканей, некроз, тканей как раз некрозопухоли. В урологическом отделении работает легенда отечественной медицины Александр Израилевич Неймарк, заслуженный врач России, доктор наук. Он в этих стенах с 1971 года. Сегодня в железнодорожной больнице он возглавляет кафедру урологии Алтайского медуниверситета. Признается, за все это время больница совершила качественный рывок вперед. Сейчас мы начали лапароскопически и ретроперитоневоскопически оперировать пациентов на этой базе. Это тоже очень важный момент, который позволяет, делая больших разрезов, выполнять операции на органах мочевой системы. Современные методы лечения используют и в лоротделении. Эндоскопическим методом здесь проводят 90% операций. Восстанавливают носовое дыхание, устраняют полипы и опухоли. Мы добились того, что во время общего обезболивания, то есть наркоза, у нас возникает интероперационная гипотония. То есть давление, кровяное давление у человека несколько снижается, за счет чего практически нет кровотечения. И операцию можно сделать по суху. Вот таким образом устраняется кровопотеря. Широкий спектр услуг оказывают в отделении ортопедической стоматологии. От мастовидного протезирования до протезирования на безметальных конструкциях. В нашей клинике существует практически, так скажем, весь спектр услуг, начиная от диагностики, заканчивая лечением, удалением, протезированием, имплантацией, ортодонтическим лечением, то есть исправлением прикуса. РЖД-медицину отличает не только высокий уровень лечения, но и достойный сервис. В больнице работает ВИП-отделение. Его пациенты получают максимум внимания и самое главное – быстрое и эффективное лечение. Каждому индивидуальный подход. Мы подстраиваемся под проблемы пациента, то есть в больнице достаточное количество специалистов разнопрофильных, то есть в зависимости от той ситуации, которая имеется у человека, мы подберем наиболее оптимально подходящего для его лечения специалиста. Возвращаясь к теме развития медицинского туризма в Алтайском крае, железнодорожная больница краевой столицы была и остается лидером отрасли. Задачи перед собой здесь ставят самые амбициозные – увеличить количество иногородних и зарубежных пациентов, а также осваивать новые направления косметологии и хирургического лечения ожирения. Владислав Кириенко, Николай Тихонов, Сергей Седых, Дмитрий Козерлыга. Новости. А сейчас к приятному времени. До финального розыгрыша призов от компании «Мариара» остается все меньше. Последний пройдет 26 марта, сразу после официального закрытия лыжного сезона. Какие сюрпризы подготовила компания для любителей здорового образа жизни? Расскажем Лыжами с детства у меня и сын занимается, и друг. Мы вот коллективом таким втроем ездим постоянно на лыжню здоровья. Интересно нам. На закрытие? На закрытие приедем. Закроет лыжный сезон компания «Мариара» еще одним марафоном. Он пройдет по маршруту «Динамо-Зимаре-Динамо». Любители здорового образа жизни пробегут 55 километров. На этот раз стиль свободный. Хоть коньком, хоть классикой. Старт в 8 утра. А те, кто не готов встать на лыжи, смогут отметить закрытие сезона на базе «Динамо». Там пройдет праздничный концерт. Каждого ждет фирменный чай от «Мариара», выпечка от партнеров компании и хорошее настроение. На следующий день, 26 марта, финальный розыгрыш призов, где определится обладатель автомобиля «Тойота Камри». Елена Заздранных, Владислав Кириенко, Александр Морозов. Новости. А сейчас к новостям культуры. Этот спектакль не раз покорял сердца театралов. Столетняя, но вечно новая обыкновенная история Ивана Гончарова вновь ожила и предстала перед публикой. На этот раз на Барнаульской сцене. В молодежном театре «Алтая» продолжается сезон весенних премьер. Евгения Князева побывала на спектакле и готова поделиться всеми подробностями. Это история о мечтателе и авантюристе Александре Адуеве. Роман Ивана Гончарова «Обыкновенная история» известен читателю и зрителю почти два столетия. И в 21 веке перепятии судеб всех персонажей постановки в буквальном смысле вторят проблемам 1847-го. Борьба поколений и страх перемен актуальны до сих пор. Именно так считает режиссер премьерного в молодежном театре «Алтая» спектакля Марина Шеливер. Вот эти наши золотые россыпи русской классики – это тот пласт и мысли, и культуры, который можно осваивать бесконечно, бесконечно долго. Потому что все идеи, которые были исследованы в русской классической литературе, темы, идеи, они будут актуальны всегда, потому что они касаются развития, взросления и совершенствования души человека. Уверенный в себе, преисполненный желанием покорить северную столицу своим писательским талантом, Александр Адуев из села отправляется к дяде в Петербург. Здесь он также хочет отыскать вечную любовь и неизменную дружбу. Пиши ко мне! Пиши ко мне! Однако поймать синюю птицу сразу Александру не удается. Его предают любимые женщины и друзья. Но только через пять лет юноша находит свое счастье. К 30 годам младший Адуев достиг вершин, о которых он так горячо мечтал в юности – зарабатывать немалые деньги и, наконец-то, жениться. Впрочем, изменилась жизнь и дяди Петра Адуева. У нас вот такие персонажи, буквально у нас на Алтае, везде где угодно в бизнесе, в нашем бизнесе, много таких людей, у которых есть все. Казалось бы, ну чего, живи. А потом вдруг приходит какое-то время после 50-ти, и мой персонаж понимает, что это отнюдь не самое главное в этой жизни. Он бросает все это к чертовой матери легко. Гончаровская обыкновенная история в прочтении Марины Шеливер называется «Карьера и фортуна». Эта история актуальна не только сегодня, она вечно. Ведь кто, как и Александр Адуев, не был молод и отчасти глуп, у кого не было странной, заветной мечты. Евгения Князева, Сергей Седых, Новости. Алтайские моржи привезли 22 медали с чемпионата мира по зимнему плаванию. Соревнования проходили в Эстонии. В них приняли участие более полутора тысяч спортсменов из 40 стран. Они преодолевали различные дистанции – 25, 50, 100 и 200 метров. Наш регион представили четыре пловца. Это Александр Зеленецкий, Олег Чекушин, Василий Тетерин и Марина Исаева. И по трём этапам Кубка мира будет определяться абсолютный чемпион. Как и в этом году, мы с Чекушкиным завоевали вот такие уникальные медали, которые подтверждают о том, что это лучшие спортсмены мира в своих возрастных группах имеют вот такие достижения и по трём этапам стали чемпионами. Для нас это вдвойне принятно. Продолжим говорить о спорте. Центральным событием в мире алтайского спорта на этой неделе стали домашние манчи хоккеистов Алтая в рамках плей-офф. На первом этапе команда Андрея Соловьёва встретилась с чемпионом регулярного первенства в высшей хоккейной лиге Ростовом. Обменявшись победами на выезде, судьба серии до трёх побед в итоге решалась в Барнауле. Все подробности у Дмитрия Гладких. Если год назад наш коллектив не сумел пробиться в плей-офф, то в этом команда Андрея Соловьёва и Евгения Бакланова сумела сделать шаг вперёд. Выйдя в финальную стадию первенства ВХЛ с восьмого места и попав на чемпиона регулярки, вряд ли кто из болельщиков с оптимизмом смотрел на предстоящую серию команд до трёх побед. Но барнаульцы сумели совершить подвиг – обыграть соперника на его льду в первой встрече. А это значило, что в Барнауле алтайских любителей хоккея ждали два матча между конкурентами. Как известно, в первый игровой день противостояния на Алтае барнаульцы уступили ростовчанам 0-3. Теперь хозяевам отступать было некуда. Чтобы продлить сезон, нужна была только победа. В первый период барнаульцы начали очень активно, стараясь навязать борьбу сопернику по всей площадке, упустив несколько хороших моментов. Но заброшенных шайб в стартовые 20 минут болельщики так и не увидели. Оба вратаря действовали надёжно. В начале второго отрезка игры Андрей Мартынов открыл счёт, отправив шайбу в ворота Алтая. В плей-офф решает игра вратарей большинство, это всем давно известно. Сегодня так и получилось. Егор нас в начале игры подвыручил и мы забили в нужный момент в большинстве. Вот и всё. Но в этой встрече это было только начало. Не прошло и четырёх минут, как молодой нападающий барнаульцев Илья Дмитриев уравнял цифры на табло. 1-1. Для него эта шайба стала не только единственной в плей-офф, но и первой в сезоне. До окончания второй 20-ти минутки болельщики не раз хватались за сердце. Перекладе на наших ворот, вынос шайбы с ленточки, когда, казалось бы, гол не минуем. Всё это добавило зрелищности и эмоций четвёртому матчу плей-офф между командами. Судьба игры и всей серии решилась в третьем периоде. Оставшись в неполных составах 3 на 4, гости пробили Кирилла Волохина и вышли вперёд 2-1. А менее чем через минуту уже в равных составах установили окончательный счёт, добившись тяжёлой победы 3-1. Класс есть класс команды. Всё решает удаление, всё решает большинство разыграно. Ошибки, голы. Я вчера сказал, доволен своей командой. Сейчас могу всем сказать, что команда играла на своём уровне, как могла, цеплялась зубами. Ну, не получилось. Для Алтая сезон завершён. В ближайшее время руководством клуба будет дана оценка работе тренерского штаба и хоккеистам. С уверенностью можно сказать одно – матчи серии плей-офф против одной из сильнейших команд лиги наш коллектив провёл на 4 с плюсом. Желанием бороться до конца, не опуская руки, несмотря ни на что, своей неуступчивостью барнаульцы к окончанию сезона расположили к себе болельщика. А бурные аплодисменты и скандирования с трибун – молодцы. Нет ли главной оценкой игре флагмана алтайского хоккея? Дмитрий Гладких, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня всё. Я желаю вам хороших выходных и напоминаю, 18 марта в это воскресенье состоятся выборы президента. Приходите все на избирательные участки и голосуйте за будущее нашей страны.